С началом масленицы хлебосольные хозяйки взялись за сковородки и начали печь блины – главный символ древнего праздника. В электротехнологическом техникуме также без блинов не обошлось. Уже не первый год на отделении повар-кондитер для студентов проходят практические занятия. Они учатся правильному приготовлению этого любимого всеми угощения. Вместе с учащимися секреты кулинарного мастерства постигали и наши корреспонденты. Анна Кравченко – повар со стажем блины и блинчики. В ее меню всегда считались фирменным блюдом. С начинкой и припеком, заварные, пшеничные и просто на скорую руку. Анна работает мастером производственного обучения в электротехнологическом техникуме. Она с удовольствием передает поварские секреты и опыт молодому поколению. В этот день хозяйки делились своими рецептами интересных блинов и мы своих студентов этому учим. Встреча масленицы для студентов уже стала доброй традицией. В первые дни этого веселого праздника Анна обучает своих подопечных новым оригинальным рецептом традиционного лакомства. Чтобы масленица прошла сытно, а блин не был комом, есть свои секреты, говорит Яна Король. Одна из лучших студенток второго курса. Она показала нашей съемочной группе, как правильно готовить тесто на блины. Яйца, сахар, соль, молоко, вода, сода можно. Значит, с первого мы разбиваем на пол-литра два яйца. Белок отделяем от желтка, потому что белок нам нужен будет потом, в конце. Значит, добавляется молоко и добавляется вода. Все это размешивается в одну массу. Затем растительную муку также добавляем в эту массу, в тесто. Размешиваем его и доводим до вот такого вот... Чтобы блины были пышные, воздушные и красивые, тесто обязательно должно настояться 20-30 минут. После этого нужно взбить белок до пенного состояния и добавить блинное тесто. Это и есть главный секрет идеальных блинов. Юные поварята в этот день напекли их целую гору, а потом, добавив немного фантазии и вкусных ингредиентов, приготовили различные блюда. Это и шоколадные роллы из блинов, мешочки с грибами и яйцом, с творогом, а также со сладкими добавками, медом, вареньем и сгущенкой. Анна Кравченко рассказала, какими еще блинчиками можно полакомиться на масленичной неделе. Традиционные русские блины – это дрожжевые блины с красной икрой, с черной икрой, с сельдью, с слабосоленой рыбой, лососевых породов. Впрочем, главная прелесть блинов все же не в приготовлении, а в их поедании. А если приложить немного фантазии, то русские блины прекрасно вписываются в любую кухню мира. Например, в виде итальянской пиццы или японских роллов. Ведь для традиционных блинов начинку можно придумать самую нетрадиционную.